Здравствуйте! В этом выпуске будем осваивать японскую технику кинусайга. Ее еще называют пэтчворк без иглы. Творить и вытворять. Будем сегодня под руководством лучезарной и многогранной мастерицы Елены Авдеевой. Здравствуйте, Елена Анатольевна. Здравствуйте, Елена. Елена Авдеева занимается рукоделием уже больше 25 лет. Является педагогом дополнительного образования высшей категории. Работает в станции юных техников и клубах по месту жительства. Освоила очень много техник декоративно-прикладного творчества. Самые любимые – это вязание крючком, бисероплетение, вышивка и моделирование из петра. Для начала нам нужно перечислить то, что нам понадобится для работы. А для работы нам понадобится пенопласт 2 см. Дальше что у нас? Трафарет, который мы выберем для работы, которую будем создавать. Любая картинка, да. Копирка. Но она нужна, если есть. Да. Есть другие способы, но это потом уже может быть в другой передаче. Да. Потом можно рассказать. Поинтересоваться. Можно клей, ножницы вижу, вижу карандаш. Да. Обязательно нож канцелярский, либо пилочка для ногтей. Потом объясним, для чего они нам пригодятся. Либо стек для пластилина, либо пилочка. Но желательно, чтобы кончик был гладенький, то есть не шершавый. И, конечно же, нам понадобится для работы очень много тканей. Мы вроде все перечислили, поэтому мы приступаем к работе. Да. И первым этапом нам нужно... Расчертить рамку, потому что потом, чтобы рисуночек у нас не вышел запредел. Хорошо, так. То есть мы берем линейку, берем карандаш и расчерчиваем рамку, ну, на ту толщину, которая нам нужна. Очерчиваем границы для творчества. Да, потому что... Сколько мы делаем отступ? Ну, ориентировочно от полутора до двух я делаю. Они как бы гармонично смотрятся. Вот так вот. Можно и на глаз? Желобки, но на глаз, в принципе, как бы, да, можно не отмерять. Сейчас очень многие рукодельные техники позволяют варьировать как угодно, не придерживаясь строгих правил. Тем более, очень многие техники сейчас омолаживаются. Кину Сайга, я так понимаю, пришла к нам из Японии, да? Да, это японское искусство. У каждой девушки в Японии есть кимоно. Когда уже совсем приходит негодность это кимоно, они из него нарезают лоскутки и уже его используют как раз для декоративных целей. В 80-е годы она к нам пришла, эта техника, и придумала ее японка, профессор, и создавала пейзажи. Очень красивые у нее такие работы. Я, конечно же, сейчас не вспомню, как зовут эту прекрасную женщину, но если вам интересно, вы забейте в поисковике Кину Сайга, и вам все уйдет. Ну, там очень красиво, там произведение искусства. Ну что, с первым этапом мы, конечно же, благополучно справились и идем дальше. Теперь мы должны разметить контуры нашей картинки. Картинка у нас обычная. Обычно на Кину Сайге выбирают картинки больше похожи на витражные. То есть они с границами. Желательно слишком больших закруглений, каких-то мелких деталей не делать. То есть это все упрощенное, это все стилизованное. То есть это больше даже похоже немножко на детскую раскраску чуть-чуть. Примитивизм сейчас тоже очень... А это даже как бы более весело, потому что когда начнете подбирать ткани, это очень напоминает, как будто вы раскраску начинаете детскую раскрашивать. Сейчас мы эту картинку переведем через копировальную бумагу на листочек пенопласта, и потом уже будем подбирать ткани. Ну что, это такой один из таких приличных этапов. Ну мы взяли несложный действительно рисунок, потому что... Он актуальный все время и как бы нейтральный, и ни к чему не обязывает. И детки очень его любят. Это как бы один сейчас из любимых трендов, так скажем, потому что воздушный шар – это воплощение мечты, это воплощение сказки, это свобода, это воздух, это детство, в конце концов, для кого-то из нас. Практически не видно, понятно. Значит, будем делать продавливанием, как я уже и сказала. Давайте тогда... Почему-то на этом пенопластике не отпечатывается. Вот. Продавливанием... Такое тоже бывает. Да, продавливанием делается так. Можно взять любую ручку, ну в принципе у меня вот тут линер любого цвета, и мы просто берем и прям по картинке вот так берем, натыкаем. Это с родни вот бывает, переводят выкровики колесикам с зубчиками. Вот. Можно тут поярче взять какой-нибудь, чтобы было видно. Ну в принципе их видно. Вот. И вот так вот на равном расстоянии вот так вот тыкать. То есть копировальная бумага может не сработать на вашем пенопластиках, вот на нашем сейчас не сработало. Возможно, он с покрытием, поэтому, к сожалению, не взял. Копирочка, да. Копирочка подвела немножко нас. Может быть попробовать, да, да-да-да, может быть действительно попробовать, да, вот бамбуковой палочкой, да. Ну, мы на мне будем эксперименты тогда ставить на этой картинке. Я все-таки дам второй шанс копировальной бумаге. Единственное, что после этого ее нельзя будет использовать, потому что она проткнется. Да, она уже порвется, да, потому что пенопласт он достаточно... Если вы позволите это сделать, то, конечно же, я это сделаю. Только вот после дырочек-то очень сложновато, наверное, будет проводить линии. Можно вот так вот бочком ввести, и она тогда возьмется. То есть наша задача перевести наш рисунок на это. Да, в принципе, в принципе, можно, кто хорошо рисует, можно без перевода обойтись, просто нарисовать рисунок прямо на пенопласте. Он позволяет себе любые формы, поэтому вы не ошибетесь. Сейчас можно подбирать уже картинки, уже ткани. Ну, так как у нас это воздушный шарик, значит, нам нужно небо. Можно подобрать любые тона голубого цвета. Можно подбирать. Мы сначала делаем фон? Да, сначала делаем фон, у нас это небо. Поэтому я вот выбрала вот такой вот интересный фон. Он такой неоднородный получается. Небо оно само по себе неоднородное. Конечно, интересно поиграть было бы, если была бы тональность. Но то, что оно... А давайте посмотрим, может быть, что-то у меня где-то? Сжатое тоже хорошо. Нет, сжатого нет, но есть. Потом давайте подберем, может быть, что-то попадется тоже интересное. Ну, замечательно. Вообще отлично, да. Вообще вот такие тона вообще очень красивые. Голубые, бирюзовые, нежно-синие, какие-то скраплениями с беленькими можно сочетать. Облачка можно тоже делать разные, не обязательно беленькие. Как только мы перевели картинку, подобрали для фона ткань, мы берем канцелярский нож, выдвигаем не на большую длину лезвия, потому что прорезь у нас будет примерно 5 миллиметров глубиной. Ну, 5 там... 0,5. От 0,5 до сантиметра. В принципе, у нас толщина пенопласта позволяет. Это все зависит от того, насколько вам удобно резать будет. Берем лезвие и просто полимим аккуратненько. Вот так вот остреем втыкаем и вот так вот надрезаем, как будто режем хлеб или колбасу. Мы прорезаем бороздки аккуратно. Смотрите, пенопласт очень рыхлый, поэтому ножик иногда выдирает шарики. Нужно стараться, чтобы у нас резание шло по ровной линии. Чтобы этого не происходило, да? Ну, оно все равно произойдет, потому что этот пенопласт как бы такой сформированный из крупных шариков. Поэтому, скорее всего... А еще этот звук прекрасный. Ну, я думаю, можно потерпеть. Так что берем ножик и вырезаем все наши прорези. Прямо все сразу прорезаем, да? Да, сразу можно все прорезать, да. Чтобы потом не отвлекаться от приятного процесса делывания ткани. Ну, самое главное, действительно, чтобы процесс был приятный. Кино Сайга не любит спешки. Это однозначно. Это вообще-то релакс. О, да. Поэтому наслаждайтесь. Да, берите. Да, можно даже какую-нибудь хорошую японскую мелодию включить. Ну, мы свою споем. На большом воздушном шаре мандаринового цвета мы с тобой проводим это лето. Рамочку можно прорезать в конце, чтобы она потом у вас не мешала, потому что может подломиться, когда вы будете это делать. Поэтому мы ее сделаем уже в конце. Теперь берем голубой, да, или что-то там выбирать. Мы это можем убрать, да? Да, вот это, кстати, тоже очень красиво будет. Мне тоже кажется, что будет очень красиво. Так оригинально будет, прям вообще с разводами. Ну, я сделаю классику, так скажем. Но тут, кстати, тоже можно поиграть у этой ткани. Две стороны, да. Она тоже очень интересно смотрится. Блестящий и матовый цвет смотрится как рельеф. И очень красиво передает глубину. Вот мы его будем использовать, так, давайте этот, ожеванный. И ожеванный тоже хорошо, но он темноват немножко. Я бы его использовала для облаков. Оно очень красиво бы смотрится, как будто тучки прибыли. Мне облака беленькие хочу. Да, 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 я понимаю. Где-то там еще беленькое есть у меня. Ну что, приступим. Берем ткань. Отрезаем кусочек. Да, смотрим приблизительно, вот как вот кусочек. Можно прямо вот так приложить в картинке. И просто на ней вот так обрезать. Вот так вот. Ну, примерно кусочек. Теперь смотрите, как это делается. Можно взять вот стек для пластилина. Вот. Мы смотрим, где у нас вот прорези. И просто вот так вот доберем и утрамбовываем. Вот так. Прямо в прорези. Это легко даже ребенок справится. Это даже весело. И так всю картинку. То есть вот все, что у нас есть здесь, просто размечаем по цветам, чтобы у нас небо было одного цвета, горы тут другого цвета. Воздушный шар может быть вообще любых цветов, какие вам нравятся. Он может быть спокойно гамми. То есть одного цвета может быть мандариновый, как в песенке. Поэтому вот здесь вот смотрите, мы не прорезали рамочку, но нам вот надо, чтобы была вделана ткань. Мы прям можем по ходу вот так брать и надрезать. Вот. Теперь смотрите, вот мы вот так делали кусочек. Видите, остались хвостики. Можно их попробовать, если они небольшие, да, можно их спрятать целиком, потому что нам глубина позволяет. Посмотрите, вот так вот. Утрамбовываем, смотрите, как аккуратненько. Вот так получается. Вот. А если у нас слишком большие хвостики, то мы берем ножницы, можно любые ножницы, можно обычные, можно маникюрные, какие вам удобнее. И вот так вот прям вдоль всей линии, которые лишние у вас, вот так просто обрезаем хвосты. Вот. Старайтесь, чтобы у вас эти хвостики не надрезались слишком коротко, потому что потом оно у вас тогда выскочит. Вот. Еще есть вариант, вот я смотрю, неплохо ткань держится, если ткань, допустим, скользкая или сыпучая. Вот как в данном случае, вот роза выполнена из сыпучей ткани. Это такой жаккардовый получается шелковый лоскут, и они все время съезжали. Поэтому я, прежде чем делать вот эти все прорези и делать ткань, сначала мазала саму основу, потом переворачивала скут изнанкой, мазала клеем, карандашом, никаким больше, потому что он не оставляет следов. Мне понравился. И он фиксирует ткань, то есть она даже немножечко перекашивалась, а за счет того, что я намазала, она, во-первых, форму оставила свою, а во-вторых, она уже не съезжала, и вот он отлично лег. И зафиксировались ниточки, которые были все распоротые. Поэтому где-то можно использовать клей. Это вы смотрите уже на ваше усмотрение, все зависит от ваших тканей. ХБ, как правило, не сыпется, оно очень хорошо ложится. Вот этот вот лоскут тоже шелковый, но я смотрю, он практически тоже не сыпется и не перекашивается, то есть это зависит от качества ткани. Ну что, вот сейчас у нас наступает самый творческий, самый долгий, да, процесс. Да, самый интересный процесс, да. Но самый интересный процесс. В принципе, вас никто не сдерживает, вашу фантазию. Вы можете рисовать какие угодно виды, формы и цвета. Это уже на ваше усмотрение. Все, что захотите, даже то, что не существует, так даже наоборот интереснее. Потому что сказка – это всегда хорошо. Фантазируйте. И ни в чем себе не отказывайте. Прекрасная фраза. Все мы в душе дети. Так, ну что у нас процесс в самом разгаре. Что я хочу сказать вот из собственных впечатлений и ощущений. Кинусайга – это японская техника. Она, видимо, как-то очень настраивает на умиротворение. Это нужно запастись терпением, дорогие друзья. А терпением я не отличаюсь. Поэтому я отстаю. Немножко Елена Анатольевна вырывается вперед и начинает формировать наш воздушный шар. Она сейчас объяснит, что делать. Но принцип в принципе… Тот же самый, да. Тот же самый. Елена Анатольевна, вам слово. Да. Я решила шарик сделать в тональности радуги. У нас тут получается пять элементов. Поэтому мы не целиком радужные будем делать, а получается у нас красный, желтый, зеленый, синий и фиолетовый. В принципе, ничем не отличается техника. То же самое. Мы берем, отрезаем кусочек ткани, чуть больше того элемента, который мы будем делать. И просто так же накладываем и продеваем его аккуратненько вот так вот в прорези. Так, вот красный я уже делала. Вот сейчас будет желтый, зеленый, фиолетовый, синий. Вот. И получится у нас такой радужный, воздушный шар радостный. А я продолжаю делать небо. Не знаю, успею ли я к концу передачи доделать. Но потом, конечно же, я. Даже если я сегодня не успею, то я все равно это сделаю. Как бы принцип понятен, в принципе, все просто. Но... Смотрите, бывает ткань прозрачная. То есть вот наложишь и видно пенопласт. Для этого можно сделать вдвойне сложение. Либо вот как вот в этой работе, тут вот не было голубой ткани, здесь вот белая ткань. И сверху органза тоже вот сделаны такие вещи. То есть тоже можно сочетать несколько тканей. Все понятно? Мы продолжаем. Так, ну что, картинка получилась. А, у вас уже все! Да, я же говорила, горы очень быстро делаются. Так. Ну там не только горы, как вы понимаете. Картинка получилась. Ну вот цветовая дама может быть подобрана в других цветах. Здесь может быть гладкие облачка. Как вот на той работе, тут еще можно было дополнить что-то, разрисовать какие-то еще элементики. Вот, получилась вот такая вот радужная картинка. Сейчас мы будем делать рамочку. Не мы, а вы. Хорошо. Потому что мы еще делаем только воздушный тар. Отлично. Ну это же очень красиво. Это очень красиво будет потом. А сейчас смотрите, как Лена Анатольевна будет делать рамочку. Она все расскажет, покажет. И мы будем уже закругляться. Рамочка делается так же, как и вся остальная картина. То есть у нас вот есть бороздки. Сейчас я подберу ткань и будем делать рамочку. Так, переворачиваем. Видишь? Просочился даже. Хотя я не прорезала до конца. Потому что проталкивали, да, наверное, в этот момент? Да, потому что пенопласт крупнозернистый. То есть вот это тоже надо учитывать. Да, на будущее, да, чтобы был мелкозернистый. То есть мелким шариком. А иначе сложностью будет. Сильно хрупкий. А там тут тоже надо надрезать, да? Потому что его можно наклеивать, его можно закрепить кнопками. А можно продеть как и спереди то же самое. Я на тех своих работах так же закрепляла с задней стороны картинки. Просто продевала и все. Такая глубоко не буду провязать, чтобы он совсем не разболелся. Ну да. Так уже, вон, видишь, выгнулся весь. Его можно потом положить под что-то тяжеленькое. И он выпрямится. И будет вот так красиво лежать. Ну что, попробуем продеть. Когда вы делаете основную работу, надо аккуратно руками, чтобы не вытащить то, что уже до этого было сделано. Иначе начинай сначала. И когда стыки соседствующие друг с другом ткани, бывает, что они одна за другом цепляются и вытаскивают. Поэтому я и кое-где использую клей-карандаш при таком деле, чтобы они друг друга не вытаскивали. Потому что они бывают скользкие, бывают шелковые. И они действительно друг друга вытаскивают. Вы представляете, мы выбрали самую такую, одну из самых простых картинок. Но мы уже достаточно долго. Это все делаем. Я вот не успеваю. Ну вот так вот укрепляем рамочку в этих прорезях. Вот так вот ткань заделываем. Потом заворачиваем ее, делаем прорезь здесь и заделываем сюда. Вот так вот. А можно ее просто заколоть, заклеить и все, да? Можно здесь также вот завернуть по вот этой линии, сделать какие-то кнопочки или булавочки. Можно просто заклеить, да. И получится вот такой вот вариант. Тоже сделано вот так вот. Вот такая вот рамочка получится. Но дело в том, что эта картинка сделана не на пенопласте, а на пеноплексе. Да. Пеноплекс. Да, пеноплекс. Он чуть толще и как бы он тогда более плотно держит рамку. Но работать с ним тоже непросто, да? Да. И он тоже как крошится и тоже отламывается. Нужно очень аккуратненько с этим работать. Ну, то есть мы вот здесь вот все проделали. Давайте покажем оборотную сторону. Также можно прорезать и вставить. Да. Либо мы проклеиваем и можно сверху уже чем-то прикрыть, чтобы было аккуратно. Да, можно как красиво, да, конечно. И тогда будет законченная картина. Ну что, а нам пришло время подводить итоги. Кто готов к полету на воздушном шаре, а кто нет. Нет, я вашему вниманию предоставляю свою картину. Она, к сожалению, не доделана. То есть я не успела за то время, по которое вот мы работали в студии, а это больше часа, да, около двух часов. Два часа, вон, показывают мне ребята. То есть за два часа я успела сделать вот так. Так что когда вы приступите к этой технике, а техника-то на самом деле неплоха. Очень интересная. Она вырабатывает усидчивость, терпение. Да, мелкая моторика. Мелкая моторика, творческий подход. Ну, мне кажется, все равно получилось. Очень даже неплохо. Я обязательно это все дело доделаю. И Елена Анатольевна, я благодарна вам за то, что вы сегодня приоткрыли нам тайны японской техники. Кину Сайга. Спасибо, что согласились прийти. Спасибо вам большое. Провести этот мастер-класс. Еще раз наша благодарность. Очень приятно. Ну, а вы, дорогие друзья, творите, вытворяйте и получайте от этого удовольствие. Развивайтесь и живите в удовольствии. До свидания. Всего доброго. Рай для мастериц в самом центре Копейска. Салон рукоделия Островок предлагает широкий ассортимент товаров для творчества. Бисер, бусины, стразы, пряжа, фурнитура, малине, аксессуары для рукоделия. Островок – это еще и самая большая в городе багетная мастерская. Цены демократичные. Есть сезонные скидки на популярные товары. При выборе покупок – профессиональные консультации продавцов. Творческие мастер-классы по выходным. Салон Островок ждет любимых покупателей каждый день по адресу Проспект Победа, 32. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова